Здравствуйте, это Марат, Fusion Technologies. Сегодня мы запишем для вас небольшой видеоотзыв с нашим учеником. Это Стас, приехал к нам из Москвы. Стас, расскажи о себе немного, занимался ли ты химической металлизацией, вообще чем ты занимаешься? Ну, как сказать, в сфере автомобилей занимаюсь уже 12 лет, начиная от покраски, заканчивая уже на данный момент химической металлизацией. То есть и полирую, и керамику наношу, то есть все, что связано с за уходом автомобиля, все это делаю. Буквально недавно стало интересно заняться химической металлизацией, то есть мне просто в руки принесли, дали аппарат, сказали учись, действуй, работай. Как бы обучился сам, какие-то нюансы узнал по видео. В итоге сейчас мы купили новое оборудование, ну и просто захотелось, чтобы этот самый диплом был у меня на стене в рамочке, висел, ну и думал, что узнаю еще что-то новое. И на самом деле, да, узнал. То есть процентные соотношения, вот это все, мелкие нюансы, вы помогли прям дополнить в эту копилочку. Теперь могу с уверенностью делать идеальный хороший хром. Ну, у тебя были какие-то еще свои отдельные рецепты, да? Да, у меня есть отдельные рецепты, к сожалению. Которые никому Стас не говорил. Да, их нельзя разглашать, к сожалению. Стас занимается сегментом премиальных машин, очень дорогие машины. Тюнингуют, обслуживают. И заказчики, они не разрешают выкладывать эти работы. Или как, не разрешают, что сделать? Они не разрешают на показ, ну да, выкладывать, не разрешают наши работы с их автомобилями. Потому что это большие штрафы. Как ты узнал о нас и почему именно вот к нам приехал? И был ли ты где-то в другом месте еще? Так, о вас я узнал. У нас в Москве есть ваша компания, то есть Fusion. Филиал наш. Да, ваш филиал. Я поехал туда, как бы, покупать просто химию для металлизации. Мне понравилась вся линейка, но потом мне сказали, что есть еще другая фирма. Называется. Я поехал, чтобы узнать, что это такое и с чем это едят. Собственно, честно сказать, мне не очень понравилось. Еще хорошие ребята. Ну, ребята хорошие, а материалы не понравились. Почему? Тяжело с ними работать. Если какая-то проблема произошла во время металлизации, то переделать это очень трудно. Ну, например, вот такой пример конкретный есть? Там активаторы или там модификаторы какие-то? Ну, во-первых, очень долго у них мне не понравился активатор. Надо его настаивать целые сутки. То есть это по времени очень накладно. Во-вторых, мне не понравился их лак базовый. Потому что если на нем уже металлизация плохо себя повела, это очень тяжело переделать. Этот лак, ну, очень тяжело снимается. Если он на металле, еще как-то его можно сорвать. Если на пластике, то это просто деталь взять и выкинуть. Каменеет, да? Да. Она не то, что даже каменеет. Она поначалу как каменная, а после того, как ты смываешь хром, она становится резиновая. И вообще невозможно снять. Она просто вот едва-едва царапается и с ней ничего не сделать. А когда обучался, они тебя на каких материалах обучали? На своих? Вот именно на этих, у них там все это получалось? У них, да, все получалось. А когда я взял их материал, приехал в Москву и ничего не получалось. Хотя все то, что они, как нам, весь процесс расписали, мы один в один по этому процессу все прошли и не получилось. А как думаешь, почему? Почему у них получалось, а дома у тебя? Мне кажется, что там немножко они другие материалы использовали у себя. Ну вот после того, как у тебя вот в Москве не получилось поработать с материалами, пробовал ли ты другие материалы каких-либо до этого, либо после? Ну до этого я пробовал только ваш, после этого, после как бы мне предлагали другие варианты. Я сейчас даже название не вспомню, я пришел к тому выводу, что лучше все-таки Fusion, потому что это проверенное. Ну и какие впечатления, вот ты приехал сюда к нам, обучился, расскажи о своих впечатлениях здесь. Только честно. Честно. Не хвали нас. Я на самом деле очень доволен, мне все понравилось. Вы как мастер очень толково все понятно объясняете. Ну мне понравилось абсолютно все. Ну ты что-то новое узнал? Да, я... То есть ты уже говоришь, до этого работал? Да, я узнал. С серьезными заказами? Да, я узнал новое, это процентное соотношение разбавления лаков. То есть в старых инструкциях были чуть другие проценты написаны, и чуть-чуть тяжеловато получалось. Ну эти нюансы маленькие, они тебе помогут? Да. Вот, друзья, в нашем деле очень важные значения имеют маленькие нюансы. Не все на них обращают внимание. Так что в работе нам каждая нюанс и мелочь вот эта вот, она нам важна. Те, кто занимается этим профессионально, они об этом очень хорошо представление имеют. Так, ну, я рад был с тобой познакомиться. Спасибо взаимно. Пожалуйста. Друзья, обращайтесь к нам по любым вопросам, мы на связи 24 на 7. И поэтому мы тебе вручаем вот этот сертификат. Спасибо большое. И поздравляем. И всего успеха тебе. Спасибо.